Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте! Сегодня первый день июля. Коротко о главном. Только чудом обошлось без жертв. Сегодня ночью с крыши одной из девяти этажек в центре города обрушилась тяжелая плита. Почему урезают гранты? Родители учеников, сдавших экзамены в седьмой класс Назарбаев интеллектуальной школы, не увидели своих детей в числе поступивших на обучение. Небывалый прирост случаев травматизма. Операционные караганды переведены в круглосуточный режим работы. Только чудом обошлось без жертв. Сегодня ночью с крыши одной из девяти этажек в центре города обрушилась тяжелая плита. Жители теперь боятся передвигаться по двору, так как на крышах находится еще ряд аварийных плит. Ирина Вовещевич побывала на месте. Это было в три часа ночи. Три часа ночи. Если бы это было в шесть вечера, в семь, в восемь, в девять, сейчас лето, ну, явно бы не одна жертва. Для жителей 25-го дома на проспекте Нуркена-Абдирова сегодняшняя ночь была бессонной. Резкий звук, от которого затряслись окна и люстры, разбудили население. Тут же сработала сигнализация на припаркованной машине. То, что произошло, не ожидали увидеть люди, выбежавшие на балконы и подскочившие к окнам. Житель дома, чья машина пострадала, покасательная, вышел, сработала сигнализация, посмотреть, что же произошло и увидел, что стоит таксист в полуоморочном состоянии. Говорит о том, что он только проехал и упала эта плита. То есть, ну, одна-две секунды и машину бы, да, точно прошило. И неизвестно, живой остался бы таксист или нет. Многокилограммовая плита, летевшая с девятого этажа, проломила асфальт, оставив воронку. Сейчас тут натянуты ленты, запрещающие проход. Однако это не решает проблему. На очереди еще десятки, а может и сотни плит, готовых в любой момент упасть. Не так давно жители привлекли внимание к нависшей плите над пятым подъездом. Тогда силами ЧАЭС она была закреплена. Дом 1975 года постройки. Эти плиты несли декоративную функцию, но сейчас превратились в нависшую угрозу. Неизвестно теперь, что будет. Таких плит много, таких блоков много. На кого следующее упадет? Это ЧП, да. Мы планируем, жители этого дома, обратиться к Акимату, к Акиму городу, к Акиму району, чтобы срезали эти плиты. Плиты свисают. В том крыле видно, как они накренились. То есть это опасно для жизни. Со слов жителей, владелец пострадавшей машины отправился делать оценку ущерба. Правда, неизвестно, с кого он будет его взыскивать. Сегодня на место приезжали представители Акимата и жилинспекции. Обещали убрать эту плиту. А также назначили сход с жителями. В понедельник будет собрание. Сегодня повесим объявление. В понедельник соберем. Представители Акимата подойдут. Будет собрание. Будем разговаривать с людьми. В Акимате намерены донести до жителей дома необходимость обратиться в лицензированные организации для выдачи заключения на предмет надежности, устойчивости, аварийности элементов здания. А затем силами населения организовывать целевые сборы, нанимать компанию и демонтировать плиты. Жители же намереваются идти в Акимат и в связи с исключительностью создавшегося положения просить власти решить вопрос с выделением бюджетных средств. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал. Не стоит бояться лицензирования. О реформах дошкольного воспитания рассказал Асхат Аймагамбетов в ходе отчетной встречи в Караганде. Глава Министерства просвещения Республики Казахстан встретился с руководителями городских и районных отделов образования, директорами школ и заведующими детскими садами. Ирина Вобещевич подробнее. Вы, наверное, из средств массовой информации все читаете, видите. Очень много случаев и рукоприкладства, нарушений прав детей. И, конечно, сейчас мы поэтому говорим о принятии ряда системных решений. Прежде всего, это возврат лицензирования. Здесь бояться не стоит. Лицензирование частных школ, колледжей и вузов – привычная практика. Асхат Аймагамбетов разъяснил важность вносимых изменений в системе дошкольного и среднего образования и ответил на актуальные вопросы. Еще другие есть у нас системные меры. Буквально на днях я собираюсь подписать изменение 122 приказ по правилам размещения госзаказа. То есть все детские сады, которые получают госзаказ, они обязаны выполнять данный приказ. И в данном случае это будут требования к детским садам, которые получают госзаказ. Первое – стопроцентный охват видеонаблюдением. Второе – соответствие выполнения штатного норматива. В тех детских садах, где обнаружены факты рукоприкладства, по 50-60 детей и на них один воспитатель, порой без соответствующей квалификации. Но с такой нагрузкой не выдерживают и квалифицированные кадры. Ранее существовали нормативы, добавил министр, когда в группах было не более 25 детей. Плюс, вы знаете, до обеда приходит воспитатель, работает с воспитателем нянечка, после обеда приходит второй воспитатель. Это все сделано было не просто так. Поэтому, конечно, мы считаем, что и в части обеспечения квалификационных требований к воспитателям, и в части обеспечения норматива по штатности, эти нормативы должны соблюдать все дошкольные организации, если мы хотим обеспечить качество предоставляемых услуг. В приоритете будет соблюдение санитарных и противопожарных требований. Система финансирования также изменится, она станет ваучерной. На электронный счет деньги будут получать родители и расплачиваться с детским садом. Пилотный проект в Нурсултане по этому поводу уже завершается. И скоро охватят все регионы. Стоит задача повышения зарплаты воспитателей. Ранее на одно место претендовали несколько человек, сейчас менее одного. Это показывает, что на самом деле нам необходимо социальный пакет именно для воспитателей, для работников дошкольных организаций улучшать. Ну и конечно, что касается очереди, мы собираемся создать единую очередь уже в этом году по всей стране. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтенбеков, Наталья Заяц, Пятый канал. Редактор субтитров А.Семкин На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплава «Уайдиди». Почему урезают гранты? Родители учеников, сдавших экзамены в 7 класс Назарбаев интеллектуальной школы в Караганде, не увидели своих детей в числе поступивших на обучение. Причиной стало резкое сокращение в этом году мест на бесплатное обучение. Как так вышло и как теперь предлагают учить детей в сюжете Ирины Вобещевич? Изначально по Карагандинской области всегда выделялось общий, и на казахские, и на русские классы 144. В этом году его сократили до 96. В связи с чем мы просим увеличить гранты. То есть не то, что даже увеличить, а пусть их дадут столько, сколько они были каждый год. 144. Сегодня у Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Караганды собрались возмущенные родители, которые недовольны тем, что их детям закрыта дорога в престижное заведение. Причина – сокращение числа мест на гранты. Мадина из Тимиртау долго готовила дочь к поступлению, затратила немало средств на дополнительное обучение. Учеба в ниш, открывающая перед детьми ряд перспектив, в том числе обучение за рубежом, была голубой мечтой как для ребенка, так и для семьи. Но на днях все рухнуло. В подобной ситуации – десятки семей. Дети действительно испытывали стресс. Мы сами хотим попасть в эту школу. Эта школа для одаренных детей. Я сама училась в Мурагере. Я понимаю, что означает образование. Именно такое, сколько оно дает в жизни. Мы просто действительно готовились и хотим попасть. Но возмущение из-за того, что элементарно такая ситуация. Дети, которые не смогли получить грант, будут числиться в резервном списке один учебный год. Если по каким-то причинам место на грант освободится, то комиссия рассмотрит выделение гранта школьникам из этого списка. Но это все же не покрывает всей потребности. Да и к тому же вакансию могут отдать другой школе. Родителям предложили самим платить за обучение. Предлагают платное обучение. Зайдите, посмотрите на сайте. Там должно быть написано. Спрашиваю, сколько стоит обучение? 2 миллиона 600 в год. Это какой родитель такое поднимет? Вот мне просто возмущение. Я даже не знаю. Извините просто. Я вот мать-одиночка. Я не знаю, как я должна это делать. Я хочу, чтобы мой ребенок учился в хорошей школе. Но как можно ввести платное образование в школе для одаренных детей? Это получается так, когда любой человек тогда может, имея деньги, превратить эту школу в элитную. Давайте тогда уже просто школу для чиновников отдельно построим. Пусть их дети там учатся. А наших детей как-нибудь будем выбивать на нормальное обучение. В Шимкенте, Нур-Султане и Алма-Ате, по словам родителей, выделили больше грантов на школы. А их там по две. Родители считают ущемлением прав детей выделение всего 96 грантов на школу, где учатся дети со всей Карагандинской области, а теперь еще и у Лытаусской. К слову, теперь вместо шести классов оставят четыре. Если бы нас с самого начала поставили в известность, что в этом году гранты будут сокращены до минимума. Всего лишь дали так двум областям четыре несчастных класса, мы бы даже не мучили своих детей. Зачем им вот это вот нужно будет, эта бюрократия, это вот год влаживания просто в специфику ниша, если можно было сделать оценку на что-то другое в этой жизни. Поэтому мы вот сейчас не понимаем, нас не предупреждали никто. Единственное, что мы знаем, что ниша – это автономная организация, которая подчиняется правительству, которая финансируется с госденег. Автономная организация образования Назарбаев интеллектуальной школы с целью формирования ученического контингента присуждает образовательные гранты первого президента Оркен. Ниш не подчинены Министерству просвещения. Действует специальный закон, который предоставляет школе полную автономию. Соответственно, вопросы выделения квот, комплектования классов, открытия новых школ решаются попечительским советом Ниш. Единственный момент – исторически сформировалось, что министр является председателем комиссии по присуждению грантов, хотя никаких прав по определению политики, по набору, комплектованию и открытию классов у него нет. Чтобы вы понимали, гранты присуждаются по стране. Конкретно в каждую школу гранты попадают в зависимости от имеющегося контингента и возможностей школы. Наша школа имеет плановую мощность 720 детей. С учетом даже того, что в этом году нам дали 4 класса, количество детей в школе будет 762, то есть превышение проектной мощности. В прошлом году было 144 гранта только потому, что была пандемия и дети не жили в интернате, обучались дистанционно, что обеспечило экономию и больший охват детей при том же финансировании. Что касается добора детей на платной основе, то вот как пояснили. На самом деле на платной основе выделяются не классы, а дополнительные места для того, чтобы школа могла быть более финансово устойчивой. То есть если, скажем, у нас плановое наполнение класса 24, ребенка в классе, то нам предлагают одно платное место на этот класс. То есть мы можем посадить 25-го ребенка. Это не означает, что мы открываем платные классы. Проще сказать, школа не резиновая и принять возросшее число желающих учиться не может. Тем не менее, родители намерены обращаться в попечительский совет НИШ и Министерство просвещения, чтобы на их проблему обратили внимание. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал. Операционные караганды переведены в круглосуточный многосменный режим. Небывалый прирост случаев травматизма зафиксирован этим летом по всей области. При поступлении такого большого числа пациентов наши операционные залы, которых клиники Макожанова немало, они работают в круглосуточном режиме по нескольку бригад сразу. Если в минувшие ковидные годы медики работали в режиме нон-стоп по известным причинам, то в этом отдыхать не приходится тоже. Карагандинские медики вынуждены констатировать небывалый ранее прирост травматизма, из-за чего система здравоохранения терпит нагрузки и уже вынуждена обращаться к населению. Если брать посуточно, в пиках до 553 человек – это очень большое число. Если сравнивать с зимним периодом времени, то это порядка 350-380 человек максимум. Сейчас же эти цифры гораздо больше. А если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то тогда фиксировалось много пациентов – до 450 в сутки максимум. Но и это ничто по сравнению с данными этого года. Только на клинику имени Макожанова приходится до 200 пациентов в сутки. Это и дорожно-транспортные происшествия, это и бытовой травматизм, это и уличный травматизм, это криминальные травмы. К слову сказать, в Балхарском регионе сейчас травмы, полученные в результате драк, распития алкогольных напитков, также увеличились и растут. Мы также наблюдаем данный статистический фактор. Фиксируются рекордные цифры пациентов, поступающих на стационарное лечение. Это до 52 человек в сутки, что свидетельствует о серьезности травм. И царапинами, и синяками не обходится. Население калечит руки, ноги, головы. Также растет количество летальных случаев. К сожалению, мы на это повлиять не можем. Я сейчас говорю о летальных случаях именно на догоспитальном этапе, когда они наступают до приезда бригад скорой помощи. К слову, среднестатистический показатель доезда бригады скорой помощи именно на категорию первого вызова, хотел бы обратить внимание, то есть на какие-то серьезные случаи, по городу Караганда составляет 4 минуты, 3 минуты. То есть это достаточно быстрая реакция. По данным на 29 июня, 34 человека погибли по области за месяц. Из них 13 человек утонули, 10 погибли в авариях, 5 завершенные суициды, 3 производственных травмы. Оставшиеся погибли в пожарах или криминальных ситуациях. Из 11 утопленных 6 детей. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5 канал. С начала купального сезона участились трагедии на водоемах города и области. Утонуло 9 человек, четверо из них подростки. Управление чрезвычайных ситуаций города совместно с управлением полиции вновь пытается достучаться до жителей с просьбой соблюдать правила безопасности на водоемах. Подробнее расскажет Айша Уйсимбекова. Настоящая катастрофа происходит на водоемах города и области, говорят спасатели. Статистика происшествий действительно пугающая. Если за весь купальный сезон прошлого года в воде погибли четверо, то всего за 30 последних дней утонуло 9 человек. А впереди очень долгое и жаркое лето. 16 и 18 июня в черте города на необорудованных водоемных объектах утонуло двое подростков. Они находились у воды без взрослых. По одному из случаев ведется досудебное расследование, так как родители подростка не уверены в том, что это был несчастный случай. Подростки сейчас нашли новое развлечение. Резвиться на водоемах, что крайне опасно для жизни. Если все усложнять, то можно усложнить. Усложнить можно все. Можно и на всех составлять материалы. Но в конечном итоге, что это в нашем случае, в случае управления ПЧС города Тараганды, мы стараемся в основном убедить людей, достучаться до них, чтобы они все-таки этот водоем не использовали для купания. Все водоемы, которые в городе есть, на каждом водоеме есть своя печальная статистика, где на голубых плодах ежегодно утонут люди. И, понимаете, даже несмотря на это, знаю информацию о том, что на этих водоемах в том, люди все равно пытаются туда приходить и купаться. По предоставленным данным, за весь купальный период прошлого года было зарегистрировано около ста административных правонарушений на водоемах, а в этом году только за месяц такое количество. Напоминаем, что всего на территории города Тараганды имеется 17 водоемов. Из них пригодными для купания население признано только левобережье Федоровского водохранилища, городской пляж и различные зоны отдыха. Не стоит также забывать, что дети берут пример со старшего поколения. Купаясь в небезопасных и запрещенных местах, нарушая правила безопасности на воде, вы подвергаете опасности своих и чужих детей. Как отметил сотрудник полицейской службы, остро стоит вопрос употреблением алкогольных напитков на водоемах, что категорически запрещено. Уважаемые карагандинцы, обращаюсь к вам с убедительной просьбой не допускать купания в неустановленных местах. Как я и сказал, у нас в городе Караганда в настоящее время можно купаться только на левобережье Федоровского водохранилища. Там, где есть спасательный пост, там, где есть медики, там, где оборудован пляж, там, где дно проверено и оно соответствует всем требованиям, где проведена проверка воды на качество. Соответственно, по всем этим параметрам только левобережье Федоровского водохранилища у нас пригодно для купания. Только там можно купаться. Там есть коммунальные пляжи, там есть коммерческие пляжи. Все остальные водоемы, карьеры, в том числе немецкие озера, голубые пруды, все они, все остальные карьеры, все они запрещены для купания. Это небезопасно. Независимо от вида водоема, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Не находиться продолжительное время в воде, ведь при переохлаждении могут возникнуть судороги. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте. Не заплывайте далеко. Не приближайтесь к проплывающим судам. Не устраивайте игры в воде, связанных с захватами. Не заходите в воду в состояние алкогольного опьянения. Не заплывайте за буйки и будьте предельно внимательными и осторожными. Айшау Симбекова, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Ленаре Строчковой. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. До свидания. Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Вот и наступил второй месяц лета. По прогнозам синоптиков, эти выходные комфортные по температурному фону. Днем прогнозируют плюс 23-25 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до 12 тепла. Небольшая облачность без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба. 6 июля в среду праздник и выходной день. Официальный день рождения столицы Казахстана, города Нур-Султан. Карагандинцев ждет большая праздничная программа в Центральном парке культуры и отдыха. Также ждут гостей Карагандинский государственный зоопарк и Дворцы культуры железнодорожников Нового Майкудука «Молодежный». Следующая неделя будет прохладной. Днем температура составит плюс 17-26 градусов. Ночью температура воздуха понизится до 10-17 градусов тепла. Понижение температуры будет сопровождаться осадками и переменной облачностью. Направление ветра будет меняться с западного на юго-восточный с порывами до 10-14 метров в секунду. Низкое атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на «Пятом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова